Всем привет, ребята! Боже, такой голос! Меня зовут Настя, и вы попали на мой канал. В этом видео будет продолжение с Баду. Что-то я там общаюсь с теми же самыми парнями, я делю видео на несколько частей, вы это уже знаете, по одной большой причине, что я не могу снимать длинные ролики, у меня почему-то сразу накрывается либо видеокамера, либо мне накрывается видеосъёмка с телефона и другие причины. Я не знаю, как это происходит, но поэтому приходится вот так вот. Ну что ж, продолжаем. Итак, этот написал, что он больше любит слушать. Ну это прекрасно, что ты любишь слушать, согласен со мной, возможно. Я говорю, у меня бывают мысли в разные такие стороны летят, и я не знаю, слова путаются. Это нормально для меня на самом деле, я просто знаю себя, и правда, я бывает устану, и вечер у меня вот такой вот. У меня такое состояние только либо вечером, либо рано утром, когда я проснулась. Вот днём это то самое время, когда можно уловить мои самые такие нормальные, адекватные мысли. Вот сейчас они такие более, скажем, больше воды, потому что я не могу сформулировать нормально их. Блин, мне не нравится, как в воду вот. Я уже привыкла, что можно вот так вот сбросить голосовая. Болтаешь, 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 палец держать не надо. Тут его надо держать, мне это неудобно. Хей, хай, привет, по-русски, пожалуйста. Я не люблю вот, когда мне вот на таком языке пишут, на английском или на каком полу отдыхать. Дела по дому, что же есть. Фу. Это неправда. Просто я помню, что бабушка Рита говорила мне, у меня бабушка Рита, и Львина меня поймёт, моя сестра. Она мне говорила, Кировский район такой о себе. Хотя сама там живёт. Да? Или нет? Как-то так. Хотя нет, она живёт в чуть похуже, там пострашнее район, чем Кировский. Ладно, неважно. Просто я помню только его. Просто она постоянно про него мне что-то говорит. Ой, давай недолго. Что? А, погулять? Да нет, сегодня я точно никуда не пойду. Вот этот вот сто процентов. Нет, я так не люблю в первый день идти сразу с кем-то гулять. Ну, тем более уже как бы темно. Я очень себя... Просто люблю настолько, что... Нет, 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 нет. Сейчас точно. Во-первых, погода. Во-вторых, темно. Во-вторых, после Краснодара, я вот недавно прилетела. Для меня эта погода очень сейчас холодная. Потому что в Краснодаре то 20 было, то там 17, то 13, то снова 20. Вот вчера у них было 20, сегодня у них уже 3. И вот эта вот погода там, конечно, скакала. Но когда я вот приехала сюда, мне вот чуть-чуть, ну, прохладно. Мне как бы надо привыкнуть к этому климату. Угу. Почему? Ну, потому что я QR делать не собираюсь, он мне не нужен на данный момент. Как бы это лично мое мнение, я никого к этому не принуждаю, это только чисто ко мне относится. Потому что я заочно обучаюсь, то есть мне QR на учебу не нужен. Я могу хоть дистанционно отправить все свои работы, у меня их примут и на оценки мне поставят. Как бы в этом проблем у меня нет. Работаю я тоже дома. То есть вообще все у меня дома. И самое интересное, доставку еды тоже на дом делают. То есть у меня все, вот все дома. И мне никуда не нужно. Поэтому я в этом плане, слава богу, мне ничего не надо. Если мне куда-то вот прямо действительно нужно, вот срочно, то я ПЦР-тест и вперед. Больше я ничего не делаю, мне это не нужно. Вот и все. Как-то вот так вот приходится. Да, ПЦР, конечно, каждый раз делать не дешево, но ПЦР ради киношки я делать не буду. Я имела в виду, например, что-то более серьезное, например, какие-то поездки. И то вот я недавно летала, там ПЦР-тест вообще к QR был не нужен. Но сейчас обещают ввести. Если его введут, то мне, скорее всего, придется делать ПЦР-тест на следующий перелет. Следующий перелет у меня буквально через два месяца. Поэтому там будет видно. А так я смотрю все дома. И мне, в принципе, хорошо дома. Я такой домашний человек. И это было еще до коронавируса. Я сама по себе очень домашний человек. Все люди сходили с ума на самоизоляции. Вот это вот все как-то началось. А я чувствовала себя так прекрасно, потому что это я. Все были дома. Я так прям в домашней обстановке себя так ощущала. Мне было так хорошо. Да и мне сейчас, в принципе, тоже хорошо. У меня все дома во всех смыслах. Поэтому вот так вот. У меня снова Настя на две минуты записала голосовой, как всегда. Твоя очередь. Почему? Я же им отправила. Она отправляется. How are you? По-русски что, не умеешь говорить? У меня прекрасные дела. А что, по-русски-то писать не судьба, что ли? Или ты больше по-английски? Когда Настя осталась совсем лень писать. Ильвина, напиши мне еще несколько казанских районов, а то я всех в Кировский район отправляю. Пожалуйста, напиши мне несколько еще казанских районов. Ладно. А то я уже не знаю. Так, что у нас тут? Твоя очередь. Там ничего не надо. Привет, Настя. Отлично выглядишь. Как дела? Привет. Я не знаю, это автосообщение или ты сам написал. Но приятно, дела, хорошо. Как твои? Настя, все. Дай ей прям. О! Ильвин, уже не надо. Мне уже пишут сами районы. С родителями. Нет. А так интереснее. Нет. С родителями. Любимая с сестрой пусть будет. Почему бы и нет? Чего мне? Что да? Что мне надо? Бедные мальчики. Дайте я хоть чуть-чуть полайку ее. А то что-то у меня это... Ладно. На этом, наверное, мы закончим. А то я тут так прям порассуждала, порассуждала. Вот мне сейчас стало интересно. Я точно нормально засняла? Или я все-таки мало сделала контента сейчас вот? Просто я не посмотрела на часы, когда начинала съемку. Но если... О! Сохранилась. Причем очень быстро. Сейчас посмотрю, сколько мне минуты вышло. А где она? У меня нервы уже сейчас с ума сойдут. Написано сохранилась. Где сохранилась-то? А, да, сохранилась. Там просто... Там фотка просто этого... Когда лайкаешь. Я подумала, что это просто скрин, а это запись экрана. Ладно, коротко о Насте. Это прям что-то очень такое маленькое... Такая маленькая часть вышла. Но я, наверное, сейчас все-таки еще одну сниму. Я хотела эту финальную сделать, но я думала, что я уже минут 15 болтаю. Поэтому хотела ее сделать финальной. Но, вероятнее всего, я сниму тогда еще одну раз. Тут 6 минут. Значит, скорее всего, в целом тут минут 10. Это получается, подушка выйдет где-то на минуты 8. Учитывая то, что я половину еще обрежу. Вот так вот. Короче, как-то так. Ладно, ребят. Всех безумно люблю. Целую и обнимаю. Пишите свои мысли, свои комментарии. Не осуждайте меня, я не буду осуждать вас по поводу всего того, что я говорю тут. Лично мое мнение, мои мысли. Никого ни к чему снова же не принуждаю. Да, сейчас тут YouTube меня сделает. Пух. Ты тут болтаешь про QR, тебе тут вот бан. Да, такое, кстати, может быть. Это же YouTube. Ну, извините, у всех свое есть мнение, и на том, как бы, должно быть самовыражение. Должны люди как-то говорить свое мнение, я считаю. Естественно, снова же не принуждая, как бы, кого-либо к чему-либо. То есть, тут просто чисто мое мнение, относящееся только ко мне и к моему организму. Вот и все. Как и в прошлой части. Ну что ж, всех безумно люблю. Целую и обнимаю. Пока-пока. Пока-пока.